всем привет сегодня буду делать обшивать внутренний багажный отсек рено трафик l1 h1 машина моделей 23 года новая так не попросили помочь обшивать буду здесь стенки пол и стойки накладки и еще один элемент такие тумбы арки закрывать так для обшивки этой машины нужно три комплекта один комплект стены под окна типа тут должны были окна быть второй комплект идет пол настил и третий комплект арки специальные защитные такие тумбы для все начну показывать первый комплект так разобрал я первый комплект что значит ходит на дверь под окно одна часть вторая часть и на выездную две третья часть две накладки на стойке и три штуки боковых частей стенок комплекте входит саморезы и крепежи и крепежи они вставляются вот сюда сейчас покажу так оставили нажали и вдавили сейчас их всех подготовлю по контуру здесь их три части которые нужны вот эти крепежи это для того чтобы их прокручивать потом двери а сама эта часть будет держать все я сейчас накладываю на три части и дальше покажу что я делаю какие инструменты нам нужны будут и материал шуруповерт с крестовой битой шуруповерт со сверлом саморез ну тут где-то на 20 миллиметров размер 4 на 20 саморез по металлу самоврезающий так и такие же саморезы здесь только длиннее длина их 30 30 миллиметров где-то 32 32 миллиметра установили мы точнее все это крепление служит для держания этой защитки на дверь это у нас левая задняя дверь устанавливается очень просто прокладывается вдавливается примерно так все и теперь здесь 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 вкручиваем саморезы а в этой части здесь двойной металл вот здесь и вот здесь двойной металл нужно сперва просверлить а потом уже саморезом крутить потому что я пробовал саморезом черти шо получается сперва просверлить потом вкрутить все начинаем так все установили мы панель сейчас покажу здесь мы просверлили затем саморез поэтому аккуратненько все четко без проблем без проблем сначала как устанавливаю приложили прихватили сверху саморезом снизу боковухи это оно держится потом просверлили потому что тут двойной металл просверлили вкрутили саморез держится все крепко и аккуратно сейчас такую же процедуру делаем со второй дверью задняя правая дверь так установили вторую все по такой же схеме приложили снизу сверху прихватили дальше здесь 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 просверлили врезали саморезы все легко и просто сейчас будем делать третью часть это защита на третью отъезжающую дверь боковую так ну тут тоже все все очень просто вставляем вдавливаем пару саморезов берем и прихватываем чтобы вам потом было удобно так все обшили третью боковую дверь сейчас покажу значит все то же самое прихватили здесь нужно засверлиться то что тоже двойной металл лучше засверлиться и вкрутить спокойно самогрис еще в каких местах тут может быть тоже лучше засверлиться то что ведет иногда саморез и в этом месте и все защитка у нас установлена все крепко без косяков так следом мы будем устанавливать защиту на арку ой на арку на стойку накладки такие сейчас покажу вот у нас накладка она легко устанавливается просто прикладываете смотрите чтоб крепление доставалось все работало прикладываете примерно смотрите ровно ну примерно ровно почему вот что 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 Все готово. Сейчас такую же операцию, только со второй. Так, все обшили мы две накладки. Вот одна, вот вторая. Так, следом будем обшивать стенки. Одна, вторая, третья. Ничего сложного там нет. Все постепенно, аккуратно. Сейчас покажу все. Первая накладка идет на эту сторону. Так, нам нужно ее, когда устанавливаешь, максимально поднять вверх, чтобы она уперелась сюда. И максимально взад, к стенке двери. Так, для этого я использую, для поднятия, подкладываю две такие досочки. Не знаю, миллиметров семь. Я их подкладываю для того, чтобы краску не дереть. Краска тут очень легко дерется. Подниз. Одну горизонтально, одну поперек. И наступаю. Примерно вот так получается. И наступаю, и это поднимается. Это для того я делаю, чтобы потом, когда пол буду устанавливать, чтобы между полом и этой защитой был зазор, чтобы вставлять ровно пол. Так, ну начинаем. Все, сделали прихватку. Одну и вторую. Следом, идем по контуру. Обращаем внимание на вот это еще. Вот здесь есть такая штука. Иногда, когда неправильно поставишь, вот это идет внахлёст нее, и потом проблемно ставить пол. Поэтому, когда прихватили, здесь, здесь. Прихватите лучше здесь, чтобы она не гуляла. И обходим по контуру. Так, прошлись мы маленькими саморезами. Осталось, где они не достают. По центру. Под аркой. Здесь. И здесь. К стойке. Эти мы будем крепить длинными. То есть, 32 миллиметра. Погнали. Погнали. Так, теперь будем устанавливать левая сторона, задняя часть. Тоже очень легко. Все. Упираем задняя часть. И поднимаем как можно выше. Используем две подкладки. Раз. Ногой нажали. Вот так я делаю. Ногой поджал. И все. Она у меня вверху. И прям в задней части. Все. Теперь прихватываем сверху. И дальше так же по кругу. Ничего нового. Так, все. Сделали мы еще одну часть. Сейчас покажу. Значит, начали мы отсюда. Подняли. Уперли максимально в заднюю часть. Закрепили здесь. Уперли здесь. максимально к потолку. Главное, чтобы это крепление свободно двигалось. Ничему не мешало. Закрепили. Погнали дальше. Здесь, потому что тут такой пупель. Тоже его аккуратно за него завели. Закрепили. И пошли по контуру. Так, в этих частях мы используют, точнее я использую длинные саморезы. Крутить нужно аккуратно. Не до поросячьего виза. Потому что металл липкий. Только чуть пережмешь сразу или шляпка обломается. Или внутри вырвет. и придется новую сверлить дырку там, чтобы аккуратно под углом заводить. Короче, это проблемка. Вставили. Только он начал заходить. Поджали. Все, хватит. Это Рено тут металл так себе. Красочка тут тоже хорошо дерется. Поэтому аккуратно. Везде можно подложить. У меня это уже 15-я где-то машина. Поэтому я уже приловчился. А первый кто раз будет делать. Советую арку накрывать какой-то тряпкой. Какие-то максимально, чтобы сохранить лакокрасочное покрытие. Ничего сложного тут нет. Самая сложная часть здесь. Сейчас буду показывать. Начинаем устанавливать эту часть аккуратно. Нужно ее сначала завести. Здесь есть такой я не знаю как он называется. За него надо завести. максимально поднять кверху и максимально переть в стенку. В переднюю стенку. Так обращаем внимание тут есть вот такие болты. Часто когда вы заводите идет внахлёст этих болтов. Они должны быть фанера должна быть за болтами. Не а за. Потому что потом когда вы будете их был у меня такой опыт когда вы начнете их кручивать не заметите и в очередной момент эти болты порвут фанеру. Будет чертишу. Поэтому за болты за болты в первую очередь и максимально кверху. Для этого используйте вот такие планочки для любые доски. Опять же чтобы не поцарапать так поставили вот так вставили на нее фанеру и тут ногой раз ну раз приподнялась кверху. Все просто и аккуратно начинаем. Так на какие моменты надо обратить внимание опять упираться в угол максимально высоко максимально к стенке. Дальше тут такая же история максимально высоко чтобы крепление ходило не зажать его. Дальше эти болты за ними видите вот эти места очень очень они такие хрупкие поэтому чуть-чуть вдали вдавили фанерку наживили врезались и чуть-чуть поддавили. Здесь такая же история потому что очень легко сорвать если крутить до парочтачьего визу все пиши пропало врезались подтянули здесь также тут она будет очень выпирать такая же история здесь здесь крутите пока к металлу не пристанет этот весь шов тоже токол подошел все установились аккуратно болты срываются потом много проблем потом это очень неприятное выковыривать эти без шляпок самореза и все такое все главное здесь чтобы было расстояние под пол дальше мы когда будем устанавливать пол это все сюда войдет почему не устанавливать не первым пол я потом расскажу закончили мы боковые сейчас покажу как оно все выглядит так вот такая вот история сейчас я распаковал уже второй комплект пола него уходит так он выглядит здесь всего две части одна передняя одна задняя и в комплекте входят вот такие вот саморезы для соединения двух частей сейчас покажу где нужно один лайфхак применить для лучшей установки так значит лайфхак какой первая часть устанавливается здесь вторая внахлёст здесь первая часть устанавливается с боковой двери заводится вот так укладывается и потом прижимается здесь задней части заводится с задней стороны ставится внахлёст первой и потом одна сторона входит в зазоры между боковой стенкой вторая часть также проводится вниз и нажимается и она влазит прям в зазоры с правой стороны для того чтобы когда будем устанавливать две части угол будет сюда ложиться получается нам нужно снять вот это крепление очень оно морочить голову будет если его не снять так что берем снимаю все все подготовил я для установки пола все будем заводить первую часть и вторую сейчас буду все показывать установили одну часть максимально уперли в переднюю сторону устанавливаем заднюю часть то есть ее заводим задней стороны и ложим нахлёст задней в переднюю задней 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 покажу момент лайфхак этот для чего мы убирали эту крепеж вот видите так бы она уперлась нему как мы берем вот все на месте дальше такая же история только он не сильно мешает все придавка так все вдавил я просто аккуратно нажимаем она раз проходит и встает на место сейчас будем центровать здесь такие есть специально для стыковки когда состыкуем отверстие то есть две части пола вкручиваем фиксируем и все пол на этом готов начинаем все состыковали пол закрутили болты болты не выступают цепляться ничего не будет все отлично следующий шаг устанавливаем защитные арки карабана арки так сейчас я все покажу так подошли мы к третьему комплекту сейчас покажу что в него входит ну там ничего сложного сами карабах я их собрал еще до того я же говорю что это у меня машина 15 уже наверно не помню их очень убирать восстанавливаем эту доску и к ней подшиваем три части это легко еще мы чуть-чуть хозяин машины попросил немного усовершенствовать вот эти углы были вот эти углы были тоже скреплены то шоу по комплекту было только здесь крепится и все так я взял уголки немного их расплющил под этот угол и саморезами закрепил все она как монолитная очень классно так эти отверстия сделал по размеру доски с картонки трафарет себе в нем маркером примерно расчертил дырки маркером приложил самой арки посмотрел правильно или нет метил я крепилась она у меня тут здесь и здесь на одном уровне все по-научному все геометрия соблюдена и все потом приложил этот трафарет на доску аккуратно сделал два отверстия и все так для того чтобы их установить нам нужно сверло 8 миллиметров по металлу развертка когда просверлите чтоб отверстия аккуратненько за скажите круче об аккуратить клёпка я не знаю как она называется правильно ну клёпка она слаживается гармошкой используется накручивается на этот ключ ключ из сдавливает она превращается гармошку сохраняя внутри резьбу то есть мы просверлили вставили зажали она закрепилась в отверстие и с резьбой болты такие же размер м6 все всталь а после развертки берем герметик или не герметик грунт чтоб не ржавело после как сделали отверстие пшикнули чтоб не ржавело сверлить нужно аккуратно только вы просверлили остановитесь за ней пластиковых подкрылок его можно повредить это ни к чему только чуть-чуть просверлили сразу остановились отверткой поправили разверткой извиняюсь поправили отверстие пшикнули грунтом или герметиком подождали немного ставили эту заклепку гармошку я ее так называю закрепили устанавливаем тумбы и через тумбы болтом прикручиваем к отверстию сейчас буду показывать ускоренном режиме просверлил забыл сказать перед тем как сверлить приставили саму тумбу кроме извиняюсь карки накернили через отверстие и вы будете сверлить потом сверлить так покажу так выглядит накернил развернул выровнял отверстие заусенец не было тут также все сейчас жду пока чуть-чуть подсохнет грунт установлю и на этом все закончено рамы эти я собирал еще до того мне сюда даже камеры не было поэтому там ничего сложного третий комплектом состоит из четырех палок и их 8 болтов саморезов по дереву все там ничего сложного там любой догадается скрутить их просто до кучи все ну все сейчас чуть-чуть жду подсыхает грунт устанавливаю клепки эти гармошки и ставлю рамы каркам прокручиваю и на этом все закончено машина так еще хотел сказать пару моментов первое при выборе этих защитных панелей лучше обращать внимание на более толще чтоб не ломалась то был у меня опыт мы устанавливали чуть меньше любое там только какой-то груз попадет если он начнет трястись ударить сразу трещина потом еще и до ломается так что в данном случае 6 половиной миллиметров это золотая середина мне кажется фирма кто производит эти панели защиты называется коры вот рено трафик л1 h1